Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 150. По заповеди Христа, почитая Отца своего и Мать, нужно ли мне навещать свою мать, если она неверующая и часто пьет, курит и тому подобное? Она плачет и просит, чтобы я приехала, но я не хочу. Этого всего видеть, и меня не тянет туда, что мне делать? Ответ Игнатия Лапкина. Если родители, речь только о родителях, а не о родственниках, желают, чтобы их посещали, то это нужно делать, но не участвовать с ними в том, что противно здравому смыслу и Писанию Божию. Может быть, удастся трезвыми их застать, и тогда улучить подходящие моменты засвидетельствовать о любви Божией. От нас очень многое сокрыто, и неизвестность побуждает трудиться. И неудача, что не зависела от нас, да не огорчит пусть нас. За труды ты все равно получишь от Бога награду. Главное от нас — быть верным Ему во всем, исполнить Его святую волю. 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. В Сирах, 3 глава, 7 стих. Боящийся Господа почтит Отца, и как владыкам послужит родившим Его. Быть может, уже у них наклон к молитве такой. Псалом, 70-й, 9 стих. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Тут-то и сгодится ваша помощь и ласковое слово. В Сирах, 3 глава, 13 стих. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей. Теперь очень дорого стоит переезд, поездка. Тут тоже бери все во внимание. Может быть полезнее просто написать письмо или пригласить их сюда. Не дома они, и пить будут меньше. Быть может, поставьте определенные условия не курить. Убедите их, что это стоит того, чтобы побыть вместе. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...